И сегодня же под председательством президента республики Узбекистан Шавката Амирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное предстоящим задачам по обеспечению мира и общественной безопасности в стране профилактики, правонарушений и преступлений. Репортаж программы. Спокойствие народа, обеспечение безопасности, предупреждение преступности требует сегодня личной ответственности и определения четких задач на перспективу. Ведь изменения в мировой экономике, политике и технологиях не могут не отразиться на мировоззрении людей, культурных и традиционных ценностях, моральном аспекте. Потому каждый день, отметил президент, мы сталкиваемся со все новыми угрозами и вызовами. Меняются методы и средства совершения преступлений и даже цели. Учитывая это, подчеркнул глава государства, за последние два года было принято свыше 100 законодательных актов, касающихся данных вопросов. Внедрены системы безопасный город, безопасный туризм, безопасный дом. В результате организации 24-часовой патрульной службы у людей только сейчас появляется уверенность в справедливости и верховенстве закона. По итогам осуществленных системных мер в прошлом году обеспечено снижение преступности на 33%. Но ни у кого сегодня, подчеркнул Шавкат Мерзиоев, нет права для самоуспокоения. Есть еще много проблем и работы. Об уздании преступности отметил глава государства, важно вывести на качественно новый уровень. В прошлом году в регионах республики было совершено 49 тысяч 11 преступлений. То есть на 100 тысяч населения приходится их 150. Потому прозвучало актуальным является вопрос решения системных недостатков в сфере раскрытия преступлений. Главой государства были озвучены цифры статистики по проблемам, отмеченным в сфере в разрезе территорий. В Кандиджанской области, Кыркалпакстане, Намангане. Перед руководством МВД поставлена задача по глубокому анализу улучшения ситуации в системе органов внутренних дел, выработки дорожной карты и контролю за ее исполнением. Как известно, в прошлом году, сказал президент, мы внедрили систему стимулирования работающих и наказания бездействовавших. Пришло время подвести итоги. Глава государства озвучил 10 регионов, добившихся лучших результатов противодействия преступности. Начальники РУВД городов Ширин и Гулистан, Шахрисабского, Яньгиюльского, Кигилийского, Канликульского, Хаватского, Сардабинского, Мирабадского, Уртучерчикского районов будут вознаграждены материально. А по отношению к допустившим самые худшие показатели руководители РУВД Нуратинского, Нишанского или Калинского, Пахтабадского, Дусликского, Пахтокорского, Избасканского, Бастанлыкского, Бувайдинского, Куйчерчикского районов будут применены меры наказания в виде штрафа. Говорил в эти минуты президент о том, какой результат в конечном итоге даст система закрепления генерального прокурора, командующего национальной гвардией и главы МВД за территориями республики. Цель подобной практики улучшение взаимодействия ведомств, повышение конкуренции, а значит снижение числа правонарушений преступлений, формирование соответствующей практики управления. До настоящего времени, подчеркнул президент, не было спроса за состояние преступности с Хакимов. Отныне они лично каждый день будут обсуждать ситуацию, связанную с преступностью в регионе. За этой деятельностью, сказал Шавкат Мерзиёев, важно установить действенный парламентский контроль. Местные кингяши народных депутатов должны проводить критическое обсуждение ситуации, причин совершения преступления, определять комплексные меры по их профилактике. Кроме того, по мнению руководителя страны, работу по профилактике правонарушений важно организовать на основе системного анализа. В прошлом году в 2301 Махале не было совершено ни одного преступления. В то же время в 1570 отмечен их рост. Именно на этом уровне важно удерживать ситуацию под контролем, усилить меры по стимулированию инспекторов профилактики и активистов органов самоуправления. С этой целью вместо Махаля-Посбоны внедрена должность помощника инспектора профилактики по охране общественного порядка. Обозначены для них и льготы в виде квот для поступления в ВУЗы. Важно, по мнению президента, последовательно формировать региональный опыт по профилактике и борьбе с правонарушениями. Широко использовать в этой работе инновационные решения. Нужно признать, сказал глава государства, не на должном уровне сегодня работа по прогнозированию состояния преступности и изучению ее первопричин. Учитывая это, была подготовлена геоинформационная карта Шахантахурского района. Был поставлен диагноз по видам преступности и их числу по Махалям. Обозначены адресные профилактические мероприятия. В итоге в Махалях, Шахантахур и Урда, где за 9 месяцев было совершено 14 краж, за последние 3 месяца не было зарегистрировано ни одной. Потому президентам было поручено ответственным руководителям внедрить шахантахурский опыт в других регионах. Дано также задание разработать методическое пособие по криминологическому прогнозированию. По-новому будет осуществляться координация деятельности в регионах. Внедрена вертикальная система управления город-область-республика. Руководители добившихся лучших результатов секторов будут стимулироваться, а худшие будут наказаны в соответствии с законом. Важно, по мнению президента, усовершенствовать систему профилактики правонарушений среди молодежи. Главу государства дано поручение по внедрению электронной базы, отражающей привлечение подрастающего поколения в образование. Задача эффективной профилактики преступлений среди молодежи требует прозвучало на видеоселектором заседании создания совершенно новой системы. Одним только формированием специальных списков, склонных к правонарушениям подростков вопрос не решится. Важно создать школу психологов-педагогов, работающих с молодежью, ориентированных именно на эту аудиторию, чтобы они работали в тесной взаимосвязи с инспекторами профилактики и активистами Махали. Потому в вузах, важно прозвучало, организовать узкую специализацию, пересмотреть систему подготовки психологов. Обозначил в числе приоритетных задач глава государства актуальность повышения эффективности пожарной безопасности. А все потому, что в прошлом году по республике было зарегистрировано 12 тысяч случаев возгораний. В последнее время увеличивается число отравлений угарным газом из-за недолжного контроля за техническим состоянием отопительного оборудования. Глава государства обозначил конкретный комплекс мер по повышению эффективности работы в данном направлении. Это определение ответственного государственного ведомства, выработка регламента установления датчиков угарного газа в зданиях и сооружениях. Кроме того, по мнению президента, важно и дальше совершенствовать службу охраны, решить вопрос обеспечения трудоспособности лиц работой в учреждениях по исполнению наказания, создавать здесь новые производства на основе принципа государственно-частного партнерства, ввести профориентацию отбывающих наказания с целью недопущения повторения преступных действий. В числе первостепенных задач прозвучало на совещании и совершенствовании системы подготовки сотрудников правоохранительных органов, повышение их профессионализма и уровня культуры. Конкретные целевые ориентиры обозначены руководителем страны и по направлению повышения правовой культуры граждан, знания законодательства и неукоснительного его исполнения. А для этого важно прозвучало отказаться от старых методов работы. На заседании заслушаны отчеты руководителей ответственных министерств, ведомств, профильных структур. Приняты соответствующие решения.